Устойчивые здания и террористы продолжают обстреливать тебя из Града. Это очень сложно. Я никогда ничего подобного не видела. А позор из Руссии. Духовные вы наши. Я купила лодку в среду, и наш друг военный ею управлял. В лодке были другие волонтеры. В четверг они нашли несколько поселений. Люди в них не хотели покидать дома, но они оказались отрезаны от остального Херсона. Без еды, без воды. Смотрите, американцы приехали в Украину и спасали украинцев. Может, потом приедет в Америку и будет всем рассказывать про вас у ёбков? По-моему, мужик из Канады. Течение усилилось, и очень много обломков. Есть высокий риск наткнуться на мины. Люди пишут в волонтерских чатах, что морские мины плывут сюда с территории, которая под контролем России. У меня лодка не металлическая и без мощного мотора. Поэтому у нас в лодке только два волонтера. Здания становятся неустойчивыми. В среду, когда мы выезжали, один из волонтеров почти провалился сквозь крышу, чтобы достать кота. Он спас кота, но в итоге у него теперь большая рана. Так что это вопрос безопасности. И я знаю, что многие животные нуждаются в спасении, но Россия не прекращает обстрелы. Я не плавала, но мой друг, к сожалению, плавал, чтобы спасти кота. И в среду его госпитализировали. И очень многие сейчас попадают в больницу, потому что вода очень токсичная. Если у тебя открытые раны... Это уже Черное море, да, будет? Токсичная вода. Можно заразиться инфекцией. Да, любая рана заражается в детстве. Волонтеры переносят людей и совершают невероятные вещи для спасения людей. Мы стараемся не контактировать с водой, насколько это возможно. Но все не идеально. В воде находимся. Даже чтобы просто принять лодку, нужно зайти в воду и затащить ее на берег. Я принимала животных, которых привозили, и отвозила их в приют. Каждое животное, которое мы подбираем, мы сопровождаем координатами. Откуда оно? Мы опрашиваем окружающих... Ну что, зачем? Какую информацию о катакте? Вытащил, да вытащил, да, русские? Но все питомцы сопровождаются информацией о том, где мы их забрали, чтобы мы смогли вернуть их владельцам, если найдем их. Я забочусь о бабушках и дедушках. Я кормлю их. Я готовлю мясо, привожу мороженое, сосиски... Нам привезить русские, да? Нам, ищем стариков кормить. Я просто поддерживаю.